вот какое у нас сегодня утро 10 марта 2021 года все соседи поехали на работу вот пришел с утра пораньше тоже на работу сегодня попозже правда вот сейчас разберем пылесос пылесос называется samsung такой вот что там у него за фильтр сухой мокрый суть важно в общем перестала работать значит пока вижу саморезы раз два три 4 5 раскручиваем верхнюю крышку 6 7 в общем все сверху пока надеюсь что так вот раз она и вверх поднимется разбираем три самореза открутили сняли верхнюю крышечку с рукояткой и вот сразу добрались до регулятора если там где проблемы в регуляторе нет то как бы вот до него можно сразу прозвонить приходит всегда питание если смысл разбирать дальше но я все-таки скрою его дальше как бы уже начал поэтому посмотрим что там у нас внутри думаю стоит обратить внимание на устройство пылесоса здесь вот есть инструкция как ухаживать за фильтром вот мама пользуется им ну естественно как большинство советских людей не сильно наверно вникают инструкцию поэтому фильтр изрядно грязный но вся работа пылесоса происходит вот через этот фильтр поступает воздух через первый скажем так фильтрующий элемент а потом через эту штучку и вот сюда уже непосредственно в двигатель то есть как бы вот сопротивление всасыванию мы на выхлопе стоит такая вот гармошка что как бы тоже должна быть чистая потому что чем чище фильтра тем легче работает двигатель тем меньше затрат электроэнергии эффективнее сама работа агрегата при этом как бы его и долговечность тоже от этого зависит раскрутили легким движением руки отталкиваясь отсюда подняли заднюю часть она там немножечко подклинивает вот переднем все легко поднимается и добрались до внутренностей нашего пылесосущего агрегата вот такое нехитрое устройство двигатель плата управления так катушка правильнее назвать в общем сейчас прозваниваем цепь проводов если контакт и потом добираемся двигателя как правило двигатель что у нас может быть начиная со щеток что самое простое ну и дальше что называется все остальное намного хуже якорь и ротор а так по сути ничего сложного нет вот такое вот устройство контроллер этот обороты вращения можно использовать нашли где-нибудь на мусорке или старый такой работал пылесос вышел из строя по а эту штучку можно использовать для регулировки освещения свет ярче тише либо на какой-нибудь трансформатор и как блок питания крути верти первичку регулируя на вторичку же соответственно выходит какое-то другое напряжение вот такой вот совет что можно сделать из такого пылесоса ну и соответственно удлинителем провод длиннючий тоже можно применить по делу лезем дальше взяли руки прибор прозвонку вот и прозваниваем один кончик сюда один сюда один сюда все цепь у нас здесь целая я только что ее прозвонил соответственно могут быть проблемы либо в самом назовем его контроллере двигателя либо непосредственно в самом двигателе поэтому сейчас проверить контроллер я так быстренько не соображу как и в принципе можно подать напряжение до посмотреть поставить сюда что он выдает что он крутит вертит вот что скорее всего так я сейчас сделаю и дальше будем смотреть искать причину если здесь все напряжение выдает то есть вот сюда сейчас я поставлю щупы переключу прибор на переменку 220 вольт до предел измерения там 700 или больше то есть не меньше 220 в данном случае даже добавлю 230 сейчас сети 230 вот по крайней мере в украине и посмотрим что будет выдавать непосредственно сам контроллер если показания он выдает то соответственно уже проблема в двигателе как ни крути ни верти и можно прозвонить опять же двигатель снять и прозвонить что у нас показывает движок посмотрим показания контроллера этого да вот мы включили 63 48 крутим 48 крутим 53 ну как по ходу мало ватника на мой взгляд что мы сейчас делаем сейчас мы напрямую подключим двигатель для этого найдем чего-нибудь сюда ставить какие-то отрезки 1 жильного провода толстенькие какие-нибудь что у нас есть под рукой и включим его напрямую зашуметь или нет вот такой вот медный провод взял изоляцию сейчас снимаем он четко входит сюда по диаметру делаем где-то но на 2 чтобы сюда влез и во вторую штекер клеммочку да и соединим и подадим напряжение предварительно отключаем от сети потому что выключатель кнопка работает через контроллер соответственно чтобы нас не ударило током цели безопасности отключаемся от сети соединяем концы потом подаем напряжение в сеть ну вилочку втыкаем в розетку очень хорошо что разъемы одинаковые разные по цвету чтоб не перепутать белый к белому желтый к желтому вот и как бы вот они по ширине спокойненько совмещаются вот так вот мы туда ставили проволочки сейчас соединили ну и тыкнем сначала легонечко как бы эта штука может дёрнуться видели что происходит то есть дальше разбирать не надо теперь надо разобраться что же в конце концов с контроллером произошло значит могу сказать следующее что если не хватает знаний или умений или нет денег на и мастера ломастера на ремонт сам простой вариант вот таким вот образом соединили концы но естественно включаем пылесос непосредственно в розетку оттуда и выключаем но либо если есть какие-то знания а не хватает деталек можно запитаться через выключатель то есть пропустить таким образом и думаю там на платье перемычки переделать зазвонил будильничек и отвлек нас от беседы задушевной то есть вот самый простой вариант вот так соединили и пылесосим либо что сложнее начинаем разбираться в неисправности самой платы на мой взгляд довольно удобно и качественно смоделирована монтажная плата вот с видно все детали кто где где диод где конденсатор где транзистор все это на месте сейчас берем мультиметр и прозваниваем на исправность ну конечно если эта микросхема я не знаю как ее проверить придется загуглить данную плату на плате есть тип платы может быть ее можно просто купить заменить насколько это существенно вот но мне кажется посмотрим что будет дальше работаем этом направлении в общем попроверял я полупроводники тиристор все вроде исправная ну как проверить микросхему скажем так я не знаю и и учитывая тот фактор что по крайней мере я и спросил еще с людьми так поговорил практически регулятор скорости никто не крутит ну вот делаю следующее вот так вот и сюда то есть вот этот контакт и вот этот контакт перемыкаем между собой делаю прямое включение через кнопку включения так а через кнопку включения вот тут немножко неправильно вот это вот надо перепаять вот сюда вот это вот я увидела точно вот видите как они взял бы не стал бы снимать отключил он кнопочка не работает так сейчас перепаяю кончик в общем как то так без лишних затрат вот какой то вот такой вот пылесос поэтому ничего сложного быстро дешево и сердито и снова в работе всем удачи